Поехали! Продолжаем разговор. Поздравляю всех с Днем Дида, кто отмечает праздники по этому календару. И я напоминаю, что мы сегодня рассматриваем в живом эфире тему «Как человек и любовь соединить вместе». Это уже четвертая передача. Автор-сказитель Виктор Луговой. А тема под тема «Мужчина и женщина». Вот так достаточно развернуто Виктор нам в течение часа 20 минут все рассказал. А теперь мы посмотрим, насколько все это легко усвоилось у наших слушателей. Какие вопросы появились у нас в чате. Я сейчас открываю перечень вопросов. К началу перехожу и начинаю тебе их зачитывать. Валерий, вопрос эфир. Каким образом получаете ответы высших сил? Напрямую или знаки? Благодарю, Валерий, за вопрос. Если это информация, то она приходит из высшего истока. Потому что у нас так в паре устроено, я так говорил раньше, что супруга-транслятор, она принимает эту информацию. И она как чистый лист, который просто как проводник, она просто пропускает эту информацию сквозь себя и говорит то, что приходит без искажения. Эта информация приходит. А я уже эту информацию транслирую в мир. И потом ей рассказываю, что она получила. И, так сказать, вот так мы работаем. Есть ещё знаки, которые мы получаем постоянно, которые постоянно высвечиваются. И здесь очень важно, чтобы мы находились в том состоянии, которое называется поток. Энергетический поток, когда вы просто чувствуете, чувствуете, когда вы расслаблены, когда вы спокойны. Особенно это вот в утренние часы, когда вы только проснулись, и когда вы осознаёте так называемый мир открытым взглядом. Очень важно прислушиваться к себе, что происходит в теле, какие подсказки приходят и что нужно делать. Потому что нам нужно учиться быть спонтанными, а не запрограммированными, как нас учила матрица, и учит матрица, и учит силы сдерживания, быть всё время предсказуемыми. Спонтанность — это и есть поток, который меняется ежесекундно, ежеминутно, по нескольку раз на день, меняются потоки силы, направленность и так далее, интенсивность. И здесь очень важно, чтобы мы это чувствовали. И такие подсказки приходят, где нам нужно ускориться, а где нам наоборот нужно притормозить. И это происходит постоянно. Главное, чтобы мы это видели. А видеть мы можем только тогда, когда наше внимание сосредоточено вовнутрь, а не вовне. Потому что как только мы вовне, мы и не внутри. А значит, мы разъединены уже со своим внутренним и с интуицией, и с душой, и с тем высшим, что есть в нас, который нас ведёт и который нам подсказывает. Вот так. Кстати, раз уж такой вопрос задан и такой ответ дан, то я хочу тоже от себя уточнить, что вот это именно и есть взаимодействие в паре. Мужчина, он может, как и положено мужчине, он может задать правильный вопрос, дальше ведущая мать, супруга получает ответ и как матрицу выдаёт, а дальше мужчина обязан эту матрицу заполнить, также получая со всех сторон правильный ответ и сформулировать его, и дальше уже выносить на улицу. А у нас бывает так. Или женщина, ведущая мать, она на себя берёт функции мужчины, она же и задаёт вопрос, она же получает ответ, она же его пытается оформить и его выдать. Или мужчина берёт на себя функции ведущей матери, когда он, задав вопрос, сам бежит куда-то там получать, в каких-то там хрониках Акаш или с пространства других миров, сам в живопорядочке и так далее. Вот это дисбаланс в работе пары. Когда один принимает по задаче другого, отдаёт и другой формирует и выдаёт, вот это более гармонично. Конечно же, местами где-то кто-то может больше принять, где-то что-то по-другому может происходить. Но вот общий баланс, мне кажется, в этом и заключается. Вы задаёте вопрос, что такое семейная часть и что такое работа в паре? Вот как раз это простой такой пример, который сегодня Виктор нам поведал. Это вот как раз один из, да, одно из направлений, да, действительно, благодарю тебя, Алексей, что ты так красочно, ярко и полно-дополно, потому что это действительно так, как это работает. И это действительно одно из главных вопросов взаимодействия, когда вы на другом уровне взаимодействуете в паре, когда ваши функции практически определены. Идём дальше. Идём дальше. Анжела Шемшур. Вопрос в эфир. А что такое любовь? Любовь к мужчине. Говорят, что это химическая реакция и что она проходит через семь лет. Мужчина, объясни женщине, что такое любовь к мужчине? С точки зрения химической реакции в течение семи лет. Вы знаете, любовь — это состояние. Для того, чтобы почувствовать, что такое любовь, надо в это состояние войти. Для того, чтобы в это состояние войти, нужно раскрыть своё сердце, которое закрыто той болью и теми программами, которые мы приняли на себя. Рассказать, что такое любовь, вы знаете, я уже говорил в предыдущих эфирах, не может никто, потому что любовь можно только почувствовать. А всё, что рассказывает о любви, рассказывает об эмоциях, а не о том состоянии, в которое нужно войти. И неважно, понимаете, мы все на земном уровне, в дуальности, мы привыкли делить любовь к мужчине, любовь к женщине, любовь к матери, любовь к отцу, любовь к ребёнку, любовь к начальнику, любовь к родине и так далее. Вы знаете, любовь не делится ни на какие составляющие. Состояние любви, оно многомерное. Оно воплощает и соединяет в себе всё. Поэтому объяснить, что такое любовь, приходите и почувствуйте. И тогда вам не нужно будет объяснять, что такое любовь. Потому что, когда вы сами почувствуете это состояние, которое наполняет вас изнутри, и этот след, который у вас начинает изливаться, вам не нужны будут никакие слова и вам не нужны будут никакие объяснения. Поэтому нужно сначала этот свет открыть в себе. Пока вы его не откроете, поверьте мне, ни к мужчине, ни к кому-то другому вы не можете излучать любовь, потому что она закрыта. А задача этого воплощения у каждого, повторяю, у каждого, независимо, президент ли это страны или там чего-то ещё, или простой крестьянин, научиться себя любить и из этого состояния любить всех остальных и всё сущее. так создано Творцом. И коли мы боги на земле, то тогда наша задача вспомнить, что мы боги и открыть в себе эту любовь. Открыть, она у нас есть, только закрыта, в закрытом состоянии. И тогда всё меняется. Вот так я отвечу. Ещё тоже позволь дополнить, раз уж про химию заговорили, тут справочник химический я пролистал по таблице Менделеева. Шучу, конечно. Значит, вот то, что говорится, это называется половое хотение. По-хоть называется. По-хоть. Половое хотение. Это когда гормоны играют, какие-то химические там вещества выделяются, что-то возбуждается и аж не могу аж зубы сводить. А потом, когда что-то случается, уже эта похоть удовлетворена, уже там всё удовлетворена, причём в прямом смысле этого слова, то вот через 7 лет, когда организм меняется, какие-то новые взгляды, другие химические реакции, ну и как-то оно всё затухает и проходит. Вот это называется похоть. И вот тут как раз нам эту похоть вкладывают в уши, что всё меняется, всё изменяется, любовь на 7 лет, меняйте партнёров и так далее, и тому подобное. А кто это внедряет? А внедряют те народы, у которых понятие совесть в нашем славяно-русском, русском, славяно-арийском представлении отсутствует. А раз нет совести, то понять, что такое любовь, с точки зрения люди богов ведают, то есть ведущие, осознающие, невозможно. И вот тут возникают проблемы. А раз так, то с такими людьми говорить о любви, с точки зрения вот именно всеобъемлющего, о чём мы уже неоднократно в передачах разных говорили и отвечали на вопросы, это уточняли, невозможно, ибо совести нет. Со-весть, то есть нет вести, которую вы способны принимать, а весть от богов ведущих, что такое веста, веда, то есть знание и мудрость. Поэтому, если прислушиваться к таким умникам, которых очень часто берут в учёные, то тогда всё сводится к химии, к химическим простым реакциям. И тогда всё сводится к тому, что, ну, возьми от жизни всё, умри молодым. Вот. А у нас разговор идёт про серьёзное, потому что любовь – это всё. Это и проявление силы, это и проявление мудрости, это и проявление того, что объединяет и силу, и мудрость. Это и даже половой какой-то акт, он тоже в любовь как-то влияет и входит. То есть одно и другого не исключает. Но начинается это всё из любви, из сердца, а не наоборот. А не наоборот, да. Когда там внизу что-то зачесалось и побежал там, да. Вот. Вот это вот надо всё понимать. Любовь – это не песня под гитару под луной. Это только маленькая частичка любви. Это проявление маленького мира, маленькая песчинка или часть песчинки. Так что вот такое дополнение, если принимаешь, то идём дальше. Ну, конечно, и благодарю. Принимаю, и благодарю. Идём дальше. Андрей, всем здравия. Расскажите, подскажите, а разве душа не хотела бы остаться в мире праве? Для чего она выбирает перерождаться? Благодарю, Андрей. Хороший вопрос. Только в мире праве, где всё гармонично, где всё отлажено, где всё легко, где присутствует Любовь, где мы варимся, или точнее, прошу прощения за такое сравнение, не варимся, а находимся в состоянии Любви, пребываем в состоянии Любви, там нет тех опытов, там нет того интенсивного прохождения в физическом теле этих опытов. В этом-то и преимущество наше перед теми, кто находится в праве, кто хотел бы прийти на это воплощение, на Землю, потому что Земля — это уникальный эксперимент Творца. Ещё раз повторяю, уникальный. О нём можно часами рассказывать, но опять же тем, кто готов это услышать, потому что это многомерное, это настолько многоуровневое, не поддающееся пониманию умом программа и события, которое фактически по сути своей нам помогает очень быстро, за очень короткое время, за период там, ну кому сколько, кто сто лет живёт, кому 70, кому 60, кому 80, разные возрасты, кто какой срок укладывается, кто сколько себе отмерил. Ведь Душа сама себе назначает опыт, Дух ведёт, он не участвует, он просто ведёт и указывает, куда нужно идти, как нужно идти, и он идёт. И он смотрит, он видит нас высшими световыми существами, и он поэтому нас чётко ведёт, и когда мы там стонем и кричим, он смотрит на нас, и говорит, «Ребята, вы чё, вы чё там с ума сходите? Вы же свет, вы же не тело». Когда мы объединяемся с телом. Но дело в том, что только в физическом теле, только когда мы заекорены, когда мы находимся в этом пространстве тотально, когда мы верим, что это жизнь, а не всё остальное, мы в этом не просто варимся, мы такой уникальный опыт приобретаем, мы приобретаем такой многомерный опыт познания себя. Ведь мы себя только познаём, понимаете? Мы познаём себя, начиная с тех низших вибраций, которые мы проходим. И когда мы их познаём, у нас отпадает какое-либо желание творить зло, где бы то ни было. Но мы и понимаем, что такое зло. Мы его чувствуем на расстоянии. И мы осознаём, когда появляются в мирах те силы, которые хотели бы навязать нам своё видение материалистического мира, как панацею. Мы это чувствуем. И мы знаем, что это такое, потому что мы проходили все эти опыты, и всё это прошли на себе, и всё это осознали. И вы знаете, вот приведу такой пример. Бог Велес, Бог трёх миров, правий явий навий, он проходил все эти опыты. Сначала в нижних мирах, потом в наших мирах, в явных. И вернулся туда, и по праву является Богом трёх миров. Он проходил это не просто так. Он проходил это для того, чтобы знать и тот мир, и этот мир. и из того мира прави, в котором он Бог, Бог совершенно спокойно решать эти все вопросы и в этом мире, на этой планете, и на других планетах. И создавать уже эти миры из другого состояния, когда мы познали весь этот опыт. И для нас он не является секретом. Поэтому в праве хорошо, в праве легко, в праве там все праведники. А вот здесь как раз мы и нарабатываем те золотые правила. Ту мужественность, которая нам необходима, ту женственность, которая нам необходима, ту силу любви, которая нам необходима. Потому что только здесь, на этих примерах, через вот это вот дуальное соприкосновение мы можем это познать при всём очень интенсивно и прожить это интенсивно, и получить этот бесценный опыт, и передать этот бесценный опыт, и использовать этот бесценный опыт. Вот для чего. Благодарю. Далее, Святозар Горюк, реплика в эфир. Здравствуйте! Как распознать настоящую любовь? Распознать вы её не сможете, потому что распознаёт ум. Правильно-неправильно, хорошо-плохо и так далее, и тому подобное. А почувствовать – да. душа ваша как магнитом вас притянет, и вы как зачарованный будете смотреть на этого человека, даже не понимая, что происходит. Потому что, когда поток любви или поле любви, когда женщина или мужчина находится в этом поле любви, это магнит. и вы не знаете, почему вам рядом с этим человеком очень хорошо. И вы не знаете, почему вас минуту назад рвало на части от каких-то непонятных низких вибраций. А как только вы попали в это поле, у вас состояние начинает выравниваться, 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 и вам хорошо. Хорошо. Хотя человек ничего не делает. Он вас ничему не учит, он вас никуда не ведёт, он вас ни к чему не призывает, он просто находится в состоянии. И вы вдруг осознаёте многие вещи, которые к вам приходят просто как будто ниоткуда. Я приведу вам такой маленький пример. Мы были с супругой, значит, и вдруг, ну не вдруг, там была встреча значит, с нашими детьми, и приезжает сын, и вот мы вечер провели вместе. Мы ничего не обсуждали глобального, никаких вопросов, мы никого не учили, мы просто были на своей волне, мы просто были такими, какими мы есть сейчас. Мы просто вот радовались тому, что дети находятся с нами. и вдруг он говорит, когда уже уехал, мама, ты знаешь, вот ты ничего не говорила, ты ничего не делала, ты мне ничему не учила, ты просто находилась рядом. И я вдруг почувствовал, как мне хорошо, и я вдруг почувствовал, что у меня что-то, как будто шелуха какая-то, как окалено на мне откваливается, потому что я вдруг такие вещи осознал, которые раньше просто даже и во сне не мог представить, что так легко это все может произойти. И как будто во мне что-то открылось, мир открылся какой-то новый. Вот это состояние, вот так оно работает. И вам не нужно распознавать, вам нужно это просто чувствовать. Потому что настоящую любовь вы можете только почувствовать. И она притянет вас своей силой и своим светом. Вот так. Хорошо. Далее. Владимир Миргородский. Вопрос в эфир. Уважаемый сказитель, вот я единственный ребенок в семье. Отца я в жизни не видел. Я хочу усыновить ребенка, пока не знаю кого именно, просто есть желание помочь ребенку без родителей. Какое ваше мнение по поводу воспитания ребенка одним родителем? Могу сказать свое мнение. Прекрасный вопрос, благодарю. Смотрите. Во-первых, задайте себе вопрос, почему у вас такое желание? при том, что вы росли один, без отца, у вас есть желание усыновить ребенка, когда вы один. Что вами ведет, что вами управляет? Какое желание и откуда оно появляется в вас, что вы хотите усыновить дитя, взять на себя эту ответственность? Что нужно вам было, когда вы были маленькими? И что нужно этому ребенку, которого вы хотели бы усыновить? Общее между вами одно. И вам и ему нужна была любовь. Понимаете? Ответьте себе на вопрос. Вы открыли в себе это чувство? Вы соединились с собой? Вы можете дать этому ребенку всю силу отцовской любви из открытого истока, которым является ваше сердце? Если можете, тогда у вас не должно быть вообще вопросов. Если же у вас есть вопросы, то я бы, например, сначала открыл себя, а потом помог другим из другого состояния. Потому что только через любовь вы можете помочь. Здесь не нужна жертва, здесь не нужны какие-то другие вещи, здесь нужно ваше состояние любви к себе, потому что это нужно нашим детям. и только тогда они будут счастливы. И неважно вы один или вы с кем-то. Понимаете? И вам откроются все двери. Потому что когда вы в состоянии любви, то даже там, где не работают какие-то законодательные акты, решение будет в вашу пользу, потому что так работает любовь. И неважно, что где-то у кого-то не получилось. А у того, кто в любви, получается, как по волшебству. Поэтому по моему видению я бы начал с себя. А потом дальше уже делать то, что вы хотите делать. Я бы тоже добавил, если делать что-то ради кого-то другого всегда, то в этом случае могут потом происходить неприятные какие-то казусы. К примеру, вам расхотелось это делать для кого-то, а жизнь продолжается. Если, например, вы взяли какую-то вещицу только потому, что она вам понравилась, ну, взяли и взяли, не нравится, убрали куда-то в кладовку, другое место поставили, закрыли, выкинули в конце концов. Ничего страшного. А если это живое существо, собачка, котенок, а уж человек тут вообще о чем говорить. Вот представляете, здесь просто поставлен так вопрос, я ни в коей мере не хочу Владимиру какие-то нотации читать, это просто разговор, даже не ответ на Владимиру, это ответ вообще в пространство. Если есть просто желание помочь ребенку без родителей, это желание сейчас есть, завтра оно может пройти. Просто из желания помочь ребенку взять его домой, вязать свою семью, ничего хорошего может не получиться. А вот если у вас есть необходимость быть с этим ребенком, быть с этим человеком, чтобы он был в вашей семье, вот тогда все становится на свои места, вот тогда все становится по-другому. Потому что изначально, если вы кому-то хотите доставить радость, то лучше доставьте ее каким-то другим образом, помогите каким-то другим образом. помочь ребенку это одно, а вот взять семью это другое, это уже другой шаг, это потребность, необходимость, а не просто желание помочь. Вот это надо все понимать. И само собой, я абсолютно согласен с Виктором в данном случае, что прежде всего надо разбираться с собой. Вот вы живете, как бы это не было страшно, как бы это страшно не звучало на первый взгляд, эгоистически может кому-то покажется. Человек приходит в этот мир в первую очередь из-за себя, чтобы понять себя, сделать то, что он обязан сделать ради себя, потому что если он не сделает ради себя и не узнает, кто он такой, он не сможет сделать дальше с кем-то что-то вместе. То есть я, семья, род, община, держава. И наоборот. Вот таким образом все выстраивается. Если вы не начали самого простого выстроить взаимоотношения с самим собой, разобраться с самим собой, то в этом случае как вы сможете в дальнейшем, упустив этот камешек, этот кирпичик, построить ту стену державы, которой этот кирпичик будет какой-то основой с вашей точки зрения, с вашей стороны, но все же рассыпется. Так что не делайте ради кого-то, делайте в первую очередь то, что необходимо, вы чувствуете в этом потребности, по-другому просто не можете жить, вам это надо, тогда, когда вам это надо, вы сможете по-другому смотреть на мир, а не просто захотелось подобрать собачку голодную, ну накормите в эту собачку, в крайнем случае, прежде чем ее брать домой, ведь вы же возьмете на себя ответственность, это ни в коей мере не говорю, что надо не обращать внимание на живот, на детей, нет, я просто призываю сначала уточнить, это очень серьезный поступок, очень ответственный поступок, уточняйте, и только после этого вы сможете что-то сделать уже значимое для всего мира. Так, дальше, Торманс фон из Мир, вопрос, карма это хорошо или плохо? Я отвечу вам так, карма это не хорошо и не плохо, это тот опыт, который мы пришли усвоить, и пока мы не усвоим тот вопрос или урок, ради которого мы пришли в этот мир, это и есть вопрос кармы. Как только мы вопросы все усваиваем, магнитизм кармы заканчивается и все происходит совершенно по-другому. Точно так же и в отношениях между мужчиной и женщиной. Магнитизм кармы притягивает души для того, чтобы они проходили этот опыт и они его проходят в каждой семье по-своему, в каждой свои уроки, в каждый свой опыт, в каждой семье свой уровень восприятия и прохождения, в каждой семье все это происходит именно по-разному, но суть от этого не меняется. Пока мы не усвоим каждый свой опыт, который нам нужен, карма будет безжалостно нас туда вести и нами управлять. И она будет держать нас стисками до тех пор, пока мы этот урок не усвоим. Это наш выбор, это наше решение, это наше осознанное решение, которое мы принимаем и которое мы принимали, когда были там в праве и когда мы четко осознавали и видели, где мы доработали, где нам чуть-чуть что-то помешало доработать, где какие-то нюансы мы оставили неусвоенными, где какие-то вещи, которые нам нужно было получить или осознать, или принять, или усвоить в отношениях, в семье, в кругу рода своего и так далее, и так далее. Мы не смогли, что-то помешало. И мы пришли за этим, потому что без этих отработанных вопросов, которые нужны не только нам, но и нашим родам, и тем душам, с которым мы связаны, и тем многомерным пространством, в которых мы находимся, и для решения этих задач мы должны эти программы отработать. Нам это нужно. Мы не должны по праву долженствования, я кому-то должен. Нет. Мне это нужно, потому что это потребность моей души. моего духа. И без решения этих вопросов я дальше развиваться в этом направлении не смогу. Это будет постоянно держать меня как на крючке. Но когда мы этот вопрос отработали, усвоили, всё, карма закончилась, и мы свободны. Поэтому хорошо ли это или плохо, каждый пускай выбирает для себя. я сказал как-то в одном из эфиров отсутствует понимание плохого и хорошего. Всё есть такое, какое есть. Поэтому плохое и хорошее это дуальность. Абсолютно согласен. И то же самое скажу, что карма это не хорошо и не плохо. Карма она есть. Вот какая она есть, она индивидуальна для человека. Ну как это может быть хорошо или плохо? Вот тебе дано такое тело. Вопрос это хорошо или плохо? Вот тебе дан пол мужской или женский это хорошо или плохо? У тебя волосы например светлые или тёмные это хорошо или плохо? Это данность. А вот дальше вопрос как ты эту данность в мире развернешь сможешь ее применять вот это уже вопрос более важный чем рассуждать хороша карма или плоха карма. Да она просто есть. Вот далее всё разбирайся. На стол кашку поставили заказывал заказывать кушай билет к кинотеатр купил три дачки одел одел смотри наслаждайся ручки видели глазки видели что ручки брали видели вот теперь кушайте пока не повылазить ладно идем дальше Антон Тимофеев вопрос уйпир постоянного крепкого здравия знакомы труды любославы любославы по одежде насколько правильное одеяние ускоряет гармонизацию в паре знаете не знаю о ком вы говорите вот могу сказать я тебе поясню любослава занимается народной одеждой и помогает людям разобраться как правильно и какую одежду носить вплоть до цвета то есть вплоть до того где какие швы должны быть где там чего быть свободно или подтянута какие рукава какие обереги вот все из какой ткани вот такая умница которая позволяет женщине стать женщиной мужчине стать мужчиной с точки зрения внешнего вида энергии одеяния вот это кто такая любослава ну вот тогда сразу скажу что одеяние у наших предков как всегда играл очень важную роль очень важную роль и наши предки и одежде и будем так особенно орнаментом которым эта одежда украшалась придавали очень важное значение и вот наши предки в прошлом старались одеваться именно так чтобы например вот женщины имели несколько платьев и причем будем так говорить те платья которые вот она носила в молодости подобное платье у нее было с таким же орнаментом когда она стала взрослой или там более мудрой более женственной после родов и так далее и так далее хотя женщины сильно не менялись потому что они не находились в состоянии борьбы и страдания как нынешнее они не заедали страхи и так далее и тому подобное они жили в ладу и поэтому были всегда стройными и всегда красивыми и сохраняли свою молодость в общем-то не одну сотню лет и для чего они это делали во-первых для того чтобы мужчина который любит свою суженую он по этому платью вспоминал эту молодость в которых вспыхнуло это чувство которое их питает и которое им дает эту силу силу вместе проходить по жизни и поэтому это играло и играет очень важную роль к сожалению потом было сделано очень много чего силами сдерживания для того чтобы убрать все и инструменты и как сказать орнаменты и одежду и все это перешить на другое и так далее и тому подобное чтобы вообще забыли что это когда-то было потому что это придает действительно сил я приведу такой маленький пример года два или два с половиной назад мы были с супругой на одном из семинаров в этом самом в Анапе и вот как нас называется ведут вдруг мы понимаем что нам нужно поехать на на залив вспомню скажу как он называется и мы решили с супругой туда как-то поехать и когда мы туда приехали вдруг мы видим магазин который называется народный народный костюм или русский лен народный костюм и так далее и мы несколько раз подходили потому что они только оказывается в этот день открылись и только вот начали раскладывать товар но так как мы были в том состоянии в котором отказать невозможно то мы пришли уже практически к тому времени когда магазины закрываются и нас пустили и мы ну несколько часов мы общались с женщиной с верой гамаю которая шила эти платья эти рубахи расшивала их вместе со своими как сказать мастерами мастерицами и вот она мне предложила одеть одну рубаху и говорит померяй я вижу что она немножко тебе великовата но ты возьми померяй хотя бы посмотри как тебе будет в ней вы знаете я первый раз тогда в своей жизни одел настоящую льняную вышитую рубаху вышитую руками ручной работы и вы знаете это было чудо вот такое ощущение как будто вот я одел эту рубаху я вдруг вырос многомерно вот такое ощущение что вот я на вдохе просто стал огромным я вдруг чувствую что просто вот пронизывает поток который просто вот открылся и идет сквозь меня а так как и моя супруга и вера они видящие и они так смотрят на меня и говорят слушай это что-то чтобы так рубаха вот подействовала что ты просто вот открылся это чудо вот так вот так работает эта одежда которые шьют мастера из состояния которые находятся в состоянии которые поют песни которые закладывают туда энергию любви которые закладывают туда много много чего из своих состояний и когда ты одеваешь это ты действительно преображаешься ты действительно становишься другим и вот такие женщины как вот Любослава и Вера и другие и Таня и ее мастерица которая также сидит и шьет значит эти рубахи вышивает и к ним приходят эти узоры как ниоткуда вот это действительно помогает это действительно нас заряжает это действительно дает неимоверные ощущения и силу и молодость и красоту и все 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 что мужчина что женщина это признаю подтверждаю потому что сам это испытал хорошо Торменс фон из мира вопрос к тебе какой страх является первопричинным всегда первопричинным страхом является первый базовый страх страх меня не любят и он начинается с родителей на этом страхе меня не любят строится все остальное и этот страх получает душа как правило в первые годы своей жизни как я уже говорил именно тогда когда она видит как папа с мамой земные боги которых он любит безмерно воюет друг с другом на уничтожение вот этот страх что раз боги воюют на уничтожение значит они меня не любят тоже понимаете а если еще кто-то из родителей или оба проявили какую-то жесть жесткость а иногда и жестокость или там еще какие-то вещи которые в неосознанном состоянии случаются причинив ребенку боль его открытой душе то это очень сильный страх что меня не любят и он очень живуч и пока мы не откроемся в этой любви и не почувствуем любовь родителей которая из их душ всегда идет к нам этот страх у нас может жить все время и он нас все время подталкивает к тому чтобы мы разворачивались к себе это базовый это основной понятно идем дальше заболот к нам присоединяется владимир если научно подходить к формуле любви то очевидно что любовь состоит из двух членов первый член это функция от расстояния то есть чем дальше тем любовь меньше и второй член это функция от времени то есть чем дольше тем сильнее любовь уменьшается и все это умножено на коэффициент лирики как вы думаете какой у вас коэффициент лирики у меня какой ну что я могу вам ответить понимаете первое настоящее чувство или настоящее состояние не зависит ни от времени ни от расстояния поверьте мне знаю не понаслышке поэтому вы можете быть лириком у вас лирика зашкаливает но кроме лирики там больше нет ничего поэтому вы можете в лирике прибывать сколько угодно но это к любви не имеет никакого отношения потому что для того чтобы понять и почувствовать что любое расстояние для любви оно не играет никакой роли и время наоборот только делает любовь ярче насыщенней и люди которые живут в любви они приобретают такое состояние которое заставляет вот тех кто не находится в этом состоянии с одной стороны благоговеть и трепетать трепетать не в плане страха нет а трепетать от этого знаете вот этого божественного сопричастности к тому что вот я могу видеть этих этих богов на земле земных богов которые в любви их очень мало они очень редко встречаются но если это встречается это такая благодать это такое чудо и поэтому это совсем другое со временем любовь не просто крепнет не просто усиливается она мудреет она приобретает другие качества это совершенно другое состояние это состояние невозможно ни описать ни рассказать но его когда чувствуешь там такие мураши по телу там такое вот трепетное вот это вот благоговение как от бога который энергию которого ты чувствуешь когда к тебе идет эта любовь вот что это такое а все что вы рассказали всю эту формулу ну это вот извините это это вот из той области называется когда за любовь принимает все что осталось все что хотите но только не чувство нетусь не состояние идем дальше Влад М хорошая лекция прям на одном дыхании слушал благодарю сказитель и дальше Стеша вопрос в эфир а как вы разъясните закон о телегонии есть ли на практике примеры и как он действует спасибо смотрите что такое закон телегонии или закон рита или закон отношений или взаимоотношений полов здесь очень важно понять что этот закон очень важен в нашей жизни потому что это этот закон прежде всего нужен был для того чтобы соблюдать чистоту внутреннюю чистоту и внутреннее состояние чистоты девственность у женщины и в принципе такую же девственность у мужчины но девственность и чистота вот это вот она прежде всего внутри она прежде всего в душе она прежде всего в сердце понимаете если вы чисты если ваши помыслы чисты, если вы наполнены вот этим состоянием любви, то вы делаете всё из состояния. И любой опыт, который вы получаете на сексуальном уровне, он не просто принимается, а он благословляется, потому что всё делается из любви. И я вам скажу, что по разным информациям, понимаете, вот есть разные источники, есть разная информация, у нас она немножечко другая или может быть отличаться, не потому что мы другие или мы там что-то новое революционное пытаемся привнести. Я задавал как-то вопрос, почему на Земле так много людей с разным цветом кожи? Почему на Земле разные вероисповедания? Почему люди живут в разных климатических условиях? И так далее, и так далее. И потом нам пришли ответы о том, что это разные, будем так говорить, разные планеты, разные цивилизации, разные звёзды прислали своих на обучение на планету Земля. И они проходят свои опыты, они проходят свои уроки и прорабатывают свои, как сказать, им необходимые вопросы. Вот. И что те, как сказать, те народы, те народности, которым нужна была подпитка, наши предки, кстати, мудрые, эту подпитку отказывали. И не потому, что они, как сказать, страдали там прелюбодеянием, или там ещё какими-то вещами, или там закон телегонии не соблюдали. Нет. А дело в том, что наша кровь, как определил Георгий Сидоров, гаплогруппа Р1А1, она самая сильная, и она не подвержена никаким мутациям и никаким влияниям. Когда эта группа крови смешивается с той группой, которую, будем так говорить, которую нужно поднять на другую частоту, то она тоже усиливается, и она тоже поднимается на другую частоту. Кровь — это любовь. Понимаете? И поэтому, когда говорят о крови, то это говорят о любви. Поэтому здесь есть разные мнения о чистоте и так далее. Здесь нужно понять. Если вы вступаете в связь с кем-то, потому что вам хочется, то, что говорил Алексей несколько минутами раньше, тогда это о телегонии, о чистоте, потому что вы засоряете себя. Если вы говорите или вы идёте в эти отношения, потому что вы раскрыты, и вы любите себя, и вы чувствуете, что это вам любовь несёт, и вы идёте в это состояние, потому что физическая близость из любви — это одно из высших проявлений божественного на Земле, в физических телах, потому что в праве этого нет, и там этот опыт получить невозможно, то тогда всё работает по божественному замыслу и промыслу. Тогда не о телегоне. И вот это нужно понимать, из какого состояния вы идёте в эти отношения. Это самое главное. Это самое важное. Если вы в любви, тогда вы всегда чистые, вы всегда девственные, вы всегда излучаете свет. И никакие происки, кого бы то ни было, к вам не могут ни навредить, ни сделать вам больно, потому что вы богиня, или вы Бог, который свет. А всё, что от Бога, всё божественно. Я бы так ответил. Благодарю. Благодарю. А я вот не стану отвечать, потому что мы сегодня с Михаилом записали почти часовую передачу про телегонию и законы Рита. Да, там со всех сторон это раскрутили. Так что не стану отвечать, лучше послушайте. Дальше. Геннадий Молдаван. Вопрос в эфир. А как узнать свою истинную половинку с первого раза? Есть рецепт? Благодарю. Благодарю, Геннадий. Значит, отвечу так, как нам когда-то, а точнее не нам, а через нас ответили одной женщине здесь, в Татарии. Я сейчас нахожусь в набережных челнах, и отсюда наш эфир идёт. Так вот, мы когда работали с одной женщиной, значит, она задала вопрос. Вот когда я встречу свою половинку, и как он меня узнает? Ответ такой был. Когда ты будешь в любви, твоё поле будет раскрыто. И мужчина, который находится рядом с тобой, он это поле сразу почувствует сердцем своим. И он сразу на тебя обратит внимание, потому что вот тогда он только тебя увидит. Сейчас, когда ты не в состоянии, когда у тебя поле закрыто, он тебя просто не видит. Так что, как только вы увидите свою суженую, которая находится в состоянии, вы сердцем почувствуете, что это оно. Вас так торкнет, что никакие подсказки вам больше не нужны будут. Потому что это называется как откровение, или как инсайт, или как божий промысел, который просто спускается на тебя, и ты вот, и всё, и у тебя нет вопросов, оно или не оно. Вот так. Вот так всё просто. Хорошо. И давай в заключение ещё реплику прочтём, и может быть, и что-то из неё интересного у нас получится. Алексей Тарасов пишет. Процесс обмена энергиями между духовно близкими супругами мы называем любовью. Но если уровни развития у них очень разнятся, то один из них непременно будет вампирить другого, и никакой любви не будет. Семья быстро распадётся. Для того, чтобы это не произошло, в семье нужно очень стараться поддерживать именно человеческие взаимоотношения. Терпение, взаимное уважение, взаимопомощь. Вместе проводить досуг, вместе решать возникающие проблемы, обсуждать возникающие разногласия и недопонимания, не допускать эмоциональной реакции ни на что. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? Благодарю, Алексей, за эту реплику. Значит, ну, скажу так, что вот всё, что Алексей написал, что значит, если нет, то будет вампирить. Во-первых, если состояния нет, если сердце закрыто и у того и другого, то хотите вы того или не хотите, магнетизм кармы работает неукоснительно. Вы будете выяснять отношения и будете выяснять, кто же главный. И будет как в том анекдоте, когда Вовочку спрашивают, кто в вашей семье главный. О, говорит, в нашей семье главный папа. Но кто сегодня папа, будет решать мама. И это вот такая ситуация. Поймите одну простую вещь. Для того, чтобы вы жили в гармонии, значит, вам либо нужно будет заявлять о себе из состояния мужественности принятия всего и воспитывать в себе вот это мужественное начало принятия, даже если больно и неприятно. Но тогда вопрос, значит, каким образом ваша половинка или ваша супруга сможет понять и осознать, что вы это делаете не из состояния жертвы, не из состояния страдания или сострадания, но не божественного, когда вы осознаёте и понимаете, что её накрывает неосознанность, а именно то сострадание, которое на земле принято принято как сострадание, когда мы вместе страдаем. Вот если вы будете стараться сохранить отношения, то вы либо под каблуком, либо над женщиной. Третьего не дано, потому что вы стараетесь, а значит, вы постоянно чем-то жертвуете, а значит, вы постоянно находитесь в состоянии выбора делать, не делать, это, не это, правильно, неправильно и так далее и тому подобное. Но когда включатся вторичные выгоды и всё остальное, поверьте мне, удержать такие отношения в балансе или в равновесии или в ладу практически невозможно. Вы либо будете раскрываться и вместе проходить опыт и отрабатывать те уроки, которые вам нужно отработать для осознания в паре, или кто-то откроется и пойдёт дальше, но второго тащить он не сможет долго. Уже многократно, вот я на своём опыте вижу, когда люди приходят ко мне и мужчина идёт в отношения или точнее в состояние, он идёт в это, потому что он понимает, что ему нужно, ему нужно это как глоток свежего воздуха, иначе он загнётся просто-напросто. а его жена нет, она вообще туда смотреть не хочет, и для неё это просто вопрос, который не нужен, и она не хочет туда смотреть, ей страшно туда смотреть, ей больно туда смотреть, потому что у неё ассоциация боль это любовь, любовь это боль, и так далее, и тому подобное. И в результате происходит то, что происходит. На каком-то этапе это всё ещё дорабатывается и предпринимаются шаги для того, чтобы жена или женщина развернулась к себе и наконец-то начала вместе с мужчиной эти вопросы в паре отрабатывать. Или заканчивается этот опыт совместного пребывания, и тот, кто открывается, идёт дальше, и у него есть возможность своё состояние сделать настоящим истинным из любви и встретить ту, которая сама открывается свету, которая сама открывается любви, которая сама хочет тоже пребывать в состоянии любви и уже на этих уровнях они сходятся для того, чтобы создать уже другой уровень союза, который не браком называется, а союзом, потому что они совместно творят из состояния любви. мужчина и это самое главное. Или женщина, например, она идёт в это, а мужчина никак. Никак. У него там бизнес, у него там деньги, у него там ещё что-то, у него там политика, у него там какие-то ещё это самое. И всё. И он не выдерживает. почему? Понимаете, когда вы находитесь в состоянии, когда вы в свете, когда вы в потоке, когда вы в присутствии, поверьте, тот, кто не находится в этом состоянии, долго не выдержит. Почему? Поначалу ему будет классно, и это будет его тянуть к вам, и он будет возле вас, и так далее, и тому подобное, и всё это будет классно до момента, пока ваш свет не начнёт распаковывать его программы, которые он не осознаёт. И вот когда эти программы начнут распаковываться, вскрываться, это как мина замедленного действия, который вдруг начинает взрываться, и это выходит с болью, с негативом, выходит разными способами. Человека рвёт на части, и его несёт так, что если вы неосознаны, так же выкинет. Здесь нужно быть действительно в состоянии, чтобы этим светом помогать, проходить, принимать это. Это очень тяжело, поверьте мне, говорю не понаслышке. И это, но это того стоит, потому что мы за этим, мы для этого здесь, чтобы это пройти, чтобы это осознать, чтобы через это пройти, отпустить наконец-то и больше к этому не возвращаться, ни в этой жизни, ни в следующем. Поэтому прежде чем если вы хотите вот на тех началах, которые вы перечислили, сохранить отношения, ну вы знаете, это называется старое по старому, оно долго не продержится. Не потому, что я там хочу, как вы думаете, там предсказать, накаркать или ещё что-то, нет, просто такие энергии идут на землю, что либо вы совместно будете разворачиваться, либо вас просто разбросит взрывом, называется, ваших эмоций так далеко друг от друга, что вы очень долго будете зализывать эти раны, пока не осознаете. Поэтому лучше ищите тех мастеров, которые помогут вам осознать ваши уроки, помогут осознать какой опыт вы пришли получить и помогут вам раскрыться на том уровне, на котором вы сейчас находитесь. А дальше будет уже другой уровень, другие уроки, другие учителя или другие мастера, которые вам помогут идти дальше. Просто вас выведут, сама жизнь вас будет выводить на новые уровни и на новых учителей, пока вы не выйдете на тех мастеров, которые сами находятся в этих состояниях и которые могут вас провести через программы, которые будут распаковываться или помогут вам распаковывать эти программы и вывести вас именно в состояние, которое называется просветлением. Когда вы светите, свет — это и есть просветление. Когда вы, излучая свой свет, просветляете мир, который вокруг вас. А всё остальное, что говорят о просветлении, пускай останется на совести тех, кто об этом просветлении так говорит или пишет, или размышляет. Благодарю. Поскольку я ведущий программы, то имею право выбрать бонусный ещё вопрос, несмотря на то, что вопрос уже давно не принимаем. Но всё-таки понравился мне вопрос, очень, мне кажется, важный. Попытаюсь коротенько на него ответить, вот как можно коротко. Антон Конкин. Вопрос эфир. Можно ли вернуть себя в поток любви, когда нет веры ни в себя, ни силам, несущим любовь? Антон. Если нет веры, это называется как тот, как-то притча о лошади. Если нет веры никому, нет веры себе, нет веры в себя, нет понимания того, кто ты, значит, нужно начать с другого, начать с тех страхов, которые закрывают тебе возможность видеть этот мир по-другому. это первое. Второе. Задай себе вопрос, для чего с тобой это случилось, и ты находишься в этом состоянии? Для чего этот урок тебе нужен? Для чего ты пришёл в этот мир? Что тебе с этим делать? Какие шаги предпринять первыми для того, чтобы сдвинулся этот пласт, который тебя сейчас как в бетонированном таком коконе держит и никуда не пускает? Только тогда, поверь мне, ты можешь прийти к состоянию. А пока ты в этой броне, практически невозможно, потому что ты сам не веришь. Вера, знание как вера, что я Бог, даёт силы такие невероятные, что человек проходит через то, что казалось бы непроходимым. Вот так отвечу. Благодарю. Ну что ж, и тебе благодарю, и всем, кто участвовал в нашем сегодняшнем эфире, сообщая нам свои мысли и присылая вопросы, также помощникам всем нашим низкий поклон и благодарность. А теперь пришло время третьей заключительной части, которая буквально в несколько фраз может вписаться. Эта часть у нас всегда посвящается подведению итогов. Ты можешь подведение итогов просто поблагодарить кого-то, дать какое-то напутствие, пожелать что-то доброе. В общем, как душа попросит, как фишка ляжет. В общем, предоставляйте микрофон, чтобы подвести жирную черту нашего сегодняшнего выступления. Благодарю. Благодарю. мы знаете, вместо слов сделаем маленькую практику. Сделаем практику по вхождению в свое божественное сердце. И просто наполнимся тем светом, который в нашем сердце присутствует. И почувствуем другое состояние. Чтобы вместо того, чтобы говорить, мы просто почувствовали и в этом состоянии сохранились или остались. Поэтому я предлагаю сейчас всем, кто меня слушает, все, кто слышит, сядьте поудобней. Расслабьтесь. Расслабьте лицо прежде всего. Приоткройте губы и сделайте несколько легких, глубоких вдохов, носом выдыхая воздух и ртом, как будто через тело, через пуповину выдыхая. Легкий вдох. Вы вдыхаете и легкий выдох. Постарайтесь дышать животом, чтобы этот вдох и выдох были полными, наполненными, легкими, расслабляющими. Затем представьте, что у вас, что вы в костюме дайвера и у вас на кончике носа находится замочек. И вы расстегиваете этот замочек по позвоночнику до самых пяток. И потом этот костюм снимаете сначала рукава, затем штанины и выходите из этого скафандра, из этого комбинезона, как сказать, а выворачиваете себя наизнанку. И сделаете это несколько раз, только без контроля. А легко, свободно, играючи, как будто вы отпускаете все границы и весь контроль, который у вас есть, вы разворачиваете себя и выворачиваетесь наизнанку перед миром, открываетесь миру. И самый главный признак того, что вы делаете правильно, вы начинаете зевать непроизвольно и сильно. Это самое главное, когда вы вдруг снимаете это напряжение. вы легко и просто дышите, спокойно и свободно. Вы не контролируете этот процесс, вы просто его наблюдаете мысленным взором и проводите его, расстегивая этот скафандр и выворачивая себя наизнанку, открываясь этому миру, доверяя этому миру. Сейчас вы в потоке, который идет через меня. Это божественный поток света и любви, который вы чувствуете сейчас, сидя перед экранами или перед компьютерами или перед телефонами. Не важно. И чувствуете вот этот поток, который идет через меня. И вы открываетесь этому потоку. Он защищает вас. Он передает вам силу и свет. А теперь мысленно вы заходите в свое сердце, своим сознанием. Вы заходите в свое сердце, своим сознанием и почувствуете там, какого там вам, в вашем сердце. Там тепло или холодно, там сухо или сыро, там светло или темно. Почувствуйте состояние. Почувствуйте, как вам там, в вашем сердце. Просто почувствуйте и наблюдайте. Не оценивайте. Не пытайтесь оценить умом. Ум закрывает эту возможность божественного присутствия. Ваше сознание не имеет плотности. Оно бесплотное. Оно проникает в любую субстанцию, даже самую-самую тяжелую, самую плотную. А теперь посмотрите мысленным взором вокруг себя, где вы видите искру божественного света, где вы видите самый яркий кристально-белый свет в своем сердце. почувствуйте его, посмотрите вокруг. Он есть. Ваша задача — его увидеть. И когда вы его увидите, повернитесь к нему мысленно и идите в него. Идите в него тотально. И почувствуйте, как вы входите в этот свет. Вы входите в этот свет и позволяете этому свету растворяться в вас, наполнять вас. Вы растворяетесь в этом свете. Вы растворяетесь в этом божественном, кристально-белом, ярком, тёплом, живом свете Творца, который находится в вашем сердце. и вы чувствуете, как вы этим светом начинаете заполняться весь. Почувствуйте, как заполняется ваша голова. Почувствуйте, как в вашей голове вдруг затихают мысли, эмоции, как голова начинает расширяться. И свет этот как будто её растворяет в этом свете. И ощущение, что голова вроде бы есть, её нет. И дальше вы заполняете корова, плечи, руки, грудь, живот, таз, бёдра, колени, голени, ступни. И этот свет на клеточном уровне заполняет вас. Заполняет вас полностью. И вы растворяетесь в нём. И чувствуете, что ваше тело становится лёгким, светоносным, безусловным, безграничным, просто светом, который везде. Он внутри вас и вовне. И вы начинаете этот свет излучать, потому что вы наполнены этим светом. И вы излучаете его из себя в мир, потому что вы, когда изливаетесь, когда свет изливается из вас, вы тогда только можете этот свет нести в мир. Вы становитесь просветлёнными. и этот свет подарите. Подарите всему, что окружает вас. Вашим родителям они почувствуют этот свет. Вашим любимым, всем тем, кто был с вами всё, все эти годы, кто вам помогал, и кто причинял вам боль, и кто вам делал плохо, и кто наоборот вас поддерживал и поддерживает. Вы всем посылаете любовь, потому что вы едины с ними. И почувствуйте, как вам хорошо от того, что у вас отсутствуют мысли, эмоции, желания, борьба. Вы просто есть этот свет. Вы просто есть эта божественная любовь. И вы просто этот свет излучаете. Насладитесь этим. И создайте из этого состояния чистое намерение, чтобы этот свет пребывал в вас всегда и наполнял вас и гармонизировал всю вашу жизнь. И чтобы этот свет помогал людям, которые рядом с вами, осознавать себя и меняться, раскрываться навстречу любви и света. Чтобы жить из любви, чтобы творить из любви, чтобы быть по-настоящему счастливыми из любви, быть богатыми и изобильными из любви, потому что это и есть любовь. Будьте счастливы. Всех благодарю. Благодарю. Благодарю тебе за очередную нашу светлую встречу, за светлые мысли. Тем, кто хотел бы для себя что-то взять, я думаю, он возьмет. Те, кто это освоили, ну так и хорошо, повторение мать учения. А тем, кто в новинку здесь оказался, на новенького, я думаю, что кое-что может быть будет интересно вообще с такого подхода ОФП, общее, не только физическое, но и умственное развитие. Мне же остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 22 февраля 2018 года четверг по одному из старинных 33 день месяца в Юг и Стужа 7526 лета неделя. И тем, кто отмечает праздники по этому жреческому календару, тех я поздравляю с Днем Дида. Друзья мои, это очень светлый, очень серьезный праздник. Это когда наши предки становятся с нами плечо к плечу, когда к ним можно обратиться, когда их можно почтить своей памятью, обратиться к ним за каким-то советом. Как правило, в этот день обращались и вспоминали тех, кто воевал, тех, кто защищал нашу Родину, тех, кто не жалел живота своего ради державы и родов наших. Так что это один из самых светлых дней памяти наших предков. Воспользуйтесь им, обратитесь к своим родам, вспомните самых лучших, самых достойных, поставьте что-либо на стол, так чтобы можно было пригласить их. Конечно же, я понимаю, что кто-то скажет, это пережитки, кто-то скажет, это язычество, кто-то скажет, все это ерунда, ничего этого нет. Но даже если вы считаете, что этого нет, пускай это будет только на все традиция. Пускай. Можно я реплику скажу? Конечно, можно. Когда мне говорят или когда мы читаем о том, что вот наши великие предки когда-то что-то там делали, могли и так далее. Друзья мои, эти великие предки, это мы с вами. Когда-то мы были богами и свершали все то, о чем сегодня слагают легенды. Но мы на другом уровне своего развития и своего прохождения пути. И поэтому наша задача сейчас вернуться в это состояние богов и взойти на Олимп, где наш отец уже встречает. Поэтому вот это нужно помнить. Поэтому эти традиции это то вспоминание, которое нам нужно для того, чтобы мы вспомнили кто мы есть. Благодарю. Ну уж ты развернул тему, тогда я пару слов сейчас скажу. Дело в том, когда вы почитаете или славите кого-то из своих предков, то вы славите ту часть, которая от предков вам досталась. А когда вы дарите добро самому себе через предков и усиливаете самого себя, даже с этой точки зрения, то, что уже доказано наукой, то, что слово влияет на какие-то там части чего-то живого и так далее, даже с этой точки зрения это оправдано. Поэтому чаще говорите в прошлое добро, чтобы в будущем о вас тоже добром вспомнили. И никогда не говорите о мертвых плохо, лучше уж никак. И еще лучше посылайте добро тем, кто здесь уже не существует в физическом теле, и те, кто ушел. Мало того, вполне возможно, можно только представить себе и допустить, что человек сюда может приходить несколько раз в разные варны, в разные условия проживания, и прежний опыт позволяет ему здесь существовать, что-либо делать. И представьте себе, вдруг вы когда-то были одним из тех величайших, кто спас кого-то, усилил этот род, сделал мир лучше, и вспоминая добром его вашего прапрапрадедушку, вашего прапрапрабабушку, или кого-то еще, вы славите, по сути дела, не то, что часть себя на физическом уровне, а вы славите самого себя. Это парадоксально может звучать, но просто допустите, что это есть. И поэтому относитесь к таким традициям нашим древним, не просто с точки зрения каких-то там небритых мужиков с нечестными бородами, которые как свинюшки под забором где-то хрюкали, поэтому от незнания что-то творили, а попробуйте отнестись к ним как к величайшим мудрым, которые могли знать кое-что больше, чем сейчас мы себе можем даже представить. И попробуйте к этому отнестись открыто. представьте, что ваши родичи, они не умерли, они с вами всегда. И вы часть этих родичей, они части вас. Мало того, вы и есть ваши родичи, и в этом наша сила. На 7 я с вами прощаюсь. Тема у нас сегодня была «Как человек и любовь соединить вместе?» часть 4, «Мужчина и женщина» под тема «Сказитель Виктор Луговой». И желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Народная Славянская Радио, Виктор Луговой, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народная Славянская Радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров Редактор субтитров